всем привет друзья добро пожаловать в каюту капитана врунгеля мы с вами продолжаем серию видео про мятежи на британском флоте первую часть вы можете найти в описании ссылочку я оставлю и сегодня мы будем говорить о преступлениях и наказаниях в королевском флоте in royal navy сегодня будет вторая часть посвященная преступлениям и наказаниям британском флоте crime and punishments in royal navy вы узнаете о категориях преступления о том что вытворяли моряки флота и величества в парусную эпоху ну и также узнаете какие были самые страшные наказания самые распространенные к наказания и мы с вами несколько мифов разоблачим так что наливайте себе как я говорил чай кофе ну кто хочет пиво и рома и погнали и традиционно я начну с мантрой лайк подписка и донат каптан врунгель будет рад мне написали почему я выбрал псевдоним врунгель врунгель это врун но мне нравится этот мультик вообще про лома про этого капитана пускай даже и вруна но я думаю что врунгель звучит лучше чем врангель кто хочет помочь каналу сейчас вы видите реквизиты на экране также вот ссылочка на бусти но любая помощь делает выпуск видео быстрее стимулирует как говорится меня и всем огромное спасибо за помощь всем моим патронам донатерам ребята огромное вам спасибо начнем с вами с общей наверное системы пенитенциарной до системы британского королевства но если юристы меня смотрят вы меня поправьте я потому что юрист вот то что мог нарыть я нарыл что мы можем сказать про систему того периода это вот середина 18 начало 19 веков но мы знаем что британии использовалось статутное право статью тюрило и общее право common law если простыми словами то приговоры выносились либо по руководствуясь законодательством до законами парламента либо актами короля либо прибегали к системе прецедентов так называемое прецедентное право это с одной стороны создавал определенные сложности с другой стороны позволяло применять различные виды наказания в зависимости от трактовки закона для английского уголовного права было характерно то что согласно common law до обычного права многие деяния признавались проступками а вот согласно статутов или вот законов многие деяния признавались преступлениями соответственно можно было судить человека в по-разному но есть такая поговорка закон что дышло куда повернул туда и вышло вот как раз это вот случае именно британского уголовного права но юрист вы меня поправьте если я не прав оставляйте свои комментарии структура преступления сохранялась трехчленная но который сложил еще во время средневековья то есть были измены тризон это тягтящее преступление фелонис это тяжкое уголовное преступление и мисс димена это уже остальные преступления главным образом мелкие в 14 веке измены выделились в две категории так называемые хай тризон это большая измена и великая измена это преступление против короля членов его семьи государственное управление чиновников судей мятеж и пяти тризон так называемая малая измена это убийство женой мужа или слугой хозяина но и другие похожие преступления в дальнейшем тризон стал означать только государственную измену было порядка 200 преступления за которых предусматривались только смертная казнь но с развитием уголовного законодательства применение смертной казни ограничивалась сначала это ограничивалось актами указами короля или королевы они могли помиловать преступников потом это уже стала расширяться путем введения законов статутов до парламент принимал уже такие документы и могли назначаться иные виды наказаний но смертная казнь являлась основным видом наказания и уже остальные виды наказания были второстепенными 18 веке англичане ввели практику ссылок но им нужно было новые колонии осваивать австралию новую зеландию то есть австралии новую зеландию фактически колонии построены сынными до каторжниками ничего удивительного туда отправляли людей но по-разному на пожизненное заключение но обычно давали 7 или 14 лет кроме того система наказания британская предусматривала телесные наказания частичное решение гражданских прав финансовые различные ограничения штрафы бесчестье например позорное выставление на городской площади и давайте с вами перейдем собственно говоря британскому флоту но флот был продолжением британского общества в принципе было классовое деление такое сильное достаточно джентльменов и прочих об этом у меня есть видео можете по ссылочке пройти я оставлю в описании но начну я не с наказаний начну я с преступлений что вытворяли морячки во времена как говорится расцвета парусных кораблей age of sails в принципе ничего нового все то же самое что и сейчас люди вытворяют тогда то же самое вытворяли матросы и флота ее величества но не только матросы и офицеры британском военном уставе было предусмотрено четыре категории преступлений открываем устав смотрим что там написано в первую категорию входили так называемые преступления contraventions against religion and morality это так называемые преступления против религии и морали затем мы были преступления против короля короны crimes against the king and his government третья категория преступлений это инфринжмент of the rights of individuals это нарушение индивидуальных прав ну и четвертая категория это naval infractions так называемые военно-морские преступления что входило в категорию преступлений против религии и морали но нарушение клятвы но скорее религиозные изнасилованные садами тоже считались преступлений против морали правда они относились к феллоне так тяжким преступлением казались карали смертной казни но вот сама волка да это вот a wall absent without absence without leave пьянство неподчинение офицеру дерзость неопрятный вид пререкания это все относилось к преступлениям против морали но вот так вот причем это можно было трактовать я сам покажу разницу следующая категория преступления это преступление против короля и короны так называемый твизин да вот сюда входили государственные измены подстрекание к бунту мятеж дезертирство обратите внимание дезертирство и самоволка да вроде очень похожие категории но вернее преступление но в категории в разные попадают за самоволку могли выбрать а за дезертирство могли повесить этим очень часто пользовались связи с врагом шпионаж нарушение приказа растраты embezzlement да это вот тоже были растратчики в королевском флоте например в 1814 году александр кокрейн это вот однофамилец томаса кокрейна может быть даже родственник его обвинили в растрате 8200 фунтов он командовал в это время ли word squadron это называемый на ветрене эскадра об этом я к нему расскажу вам но есть индии но правда там наказывались не только адмирала наказывались и офицеры наказывались и пяти офицеры там батальёры за то что они занимались растратой ничего не поменялось сейчас тоже есть статья за растраты спекуляции также относились к преступлениям против короля и короны за это тоже была ответственность также наказывалась подделка судового журнала взятничество тоже вот входило в в перечень этих преступлений но вот 7 мая 1814 года вице-адмирала чарльза стерлинга до обвинили в получении взятки от торговцев размере 2000 фунтов но это по нынешним временам очень большая сумма за организацию конвоя но тогда очень часто высшие офицеры они за деньги как говорится охраняли обеспечивали крышу торговцам но замешан был не только адмирал замешаны там были офицеры но правда стерлинга его оправдали так судили свои же адмиралы давно отправили в отставку ущерб он короне хиткин honest как не странная воровство также в эту категорию входило но правда воровство не частного имущества личного до а воровство казенного имущества вот офицер они заставляли своих матросов к петле офицеров там старшин воровать имущество материалы в доках но когда допустим нужно было побыстрее к кораблю выйти, не хватало каких-то материалов. Офицер какого-нибудь матросика там или старшину сколачивал небольшую группу, и они могли что-нибудь своровать с ДОКа. Вот в 1813 году служащий ДОКа в Галифаксе, он писал жалобу. Капитан Пиго с ЭЧМС Орфей, ну это вот Пиго, это однофамилия из того, которого выкинули на Гермионе, вот в следующем видео я про него буду говорить. Короче, он приказал своим матросам и в итоге из ДОКа исчезло большое количество парусины. Правда, адмиралы смотрели на эти преступления так сквозь пальцы, ну так вот журили, может быть, потому что они были сами заинтересованы, чтобы корабли быстро в море вышли. Также офицеры могли не платить местным жителям, ну там в Вест-Индии или в Америке, в Северной, да, за то, что у них брали продовольствие, то есть они просто фактически занимались мародерством. Но адмиралы тоже на это смотрели сквозь пальцы, потому что если флот не снабжается долго, да, то что-то надо морякам жрать, матросам, поэтому как бы серьезных наказаний отмечено не было. Вот в данных различных, в трибуналах нет наказаний за такие преступления. Ну и наказывали, конечно, матросов и старшин, да, пяти офицеров за кражи продовольствия или какое-нибудь имущество на самом корабле, как правило, за это пароль. Третья категория преступления – это нарушение индивидуальных прав. Сюда относились убийство, также покушение на убийство, нападение на офицера, разбой, угроза офицеру, драка, издевательство над пленными и воровство. Вот здесь вот воровство личного имущества, оно как раз относилось к третьей категории. Очень была распространена статья о преступлении. И четвертая категория преступления – это военно-морские преступления. На первом месте можно назвать неоказание сопротивлению врагу. Вот был такой адмирал Бинг, достаточно известный мужик, он был расстрелян 14 марта 1757 года за то, что не оказал достаточного сопротивления врагу. Его расстреляли. Но вот про того, как наказывали офицеров-адмиралов, я чуть попозже расскажу. Затем были преступления, связанные с неоказанием помощи терпящему бедствию судну. Могли наказать за утерю корабля, за трусость бегства, за жестокость и неподобающее поведение, офицеров наказывали за это, сон на посту, оставление боевого поста. Но офицеры тоже могли на посту спать, как ни странно. Тоже есть случаи в трибуналах, когда офицеров за это наказывали. Но матросов, конечно, это в любом случае наказывали. Как я уже сказал, тягчайшим преступлением была измена, которая делилась на большую измену и малую измену. Феланье, это тяжкое уголовное преступление. Но и остальные, это мисс Демена, это главным образом мелкие преступления. Какие наказания были предусмотрены для матросов и для старшин, ну, для пяти офицеров. Но высшая мера capital punishment на английском, это, конечно же, повешение. Просто вешали. И еще одно было наказание, которое вроде как относится к порке, но на самом деле это был вид убийства. Это был вид высшей меры. Так называемый flogging round the fleet. Что это такое? Ну, короче, моряка, его на шлюпке делали помост, там его привязывали на специальных распорках, и, значит, шлюпка, она вот вдоль эскадры с экипажем шлюпки, врач там присутствовал, и вот шлюпка оплывала эскадру. Если, допустим, на эскадре было, не знаю, 20 кораблей, то вот каждый корабль выписывал удары. Вот именно кошкой-девятихвосткой, о ней у меня будет попозже, да, будьте терпеливы, кошку я делаю, очень, оказывается, там есть нюансы плетения. Так вот, допустим, присудили матросу там 500 леньков, был такой случай за дезертинство, там матросу присудили 500 леньков, он после этого умер, и вот делят на сколько, на 10 кораблей если поделили, да, если на 20 кораблей, то там либо 50 леньков, либо 25, и вот представители от каждого корабля на шлюпку на эту саживаются и там порют. Это все видит вся эскадра. Фактически это было тоже наказание, высший мир наказания, хотя оно вроде относится к поркам. Какое наказание, как килл-холлинг, сейчас вот вы на экране видите из кинофильма «Блэк Сэйлс», этого Эдварда Титча там и так вот наказывали, фактически его убивали, да, но наказание больше присуще, наверное, 16-17 векам, когда голландцы использовали, да, и гонзейцы тоже на гонзейском, в гонзейском союзе использовали флогинг. Петр Первый это вот наказание перенял у голландцев, это даже было в морском уставе Петра Первого, правда, в морском уставе Павла Первого это все отменили в 1797 году, но британцы тоже использовали этот килл-холлинг, протягивание под килем, наверное, где-то вот с 16-го до 17-го веков. В 18-м веке практически я, ну, нету упоминаний, может быть, где-то и были, но вот упоминаний официальных про килл-холлинг нету, поэтому к этому наказанию относитесь достаточно осторожно, это вот наказание 16-го, 17-го веков, и это же наказание применялось древнегреческими пиратами, потому что на древнегреческих амфорах находят именно рисунки, где вот эту процедуру показывают, поэтому такое достаточно старое древнее наказание. Ну, телесное наказание, да, corporal punishment, конечно же, это вот flogging, это порка. Вариации flogging были, это вот running the gauntlet, это когда фактически сквозь строй прогоняли, ну, обычно за воровство. Сейчас вы видите на экране кадры из кинофильма про Митчмана Хорнблаура, там парнишка украл там, по-моему, сыр, что ли, что-то, его вот наказывают как раз прогонкой через строй, да, running the gauntlet. Но его применяли, наверное, где-то вот в 19 век начало, может быть, случаи были, да, обычно так, в 18 век распространенное было. В 19 веке это вот наказание уже не было таким распространенным. И самым распространенным наказанием было, ну, как сказать, starting на английском, это вот, если взять какой-то русский аналог, это пинок, да, пинок для ускорения. Фактически, ну, вот, не старшие офицеры, да, а петти-офицеры, там, боцманы, помощники боцманов, masters at arms, это вот так называемые каптенармусы. Если вы будете смотреть кинофильм «Хозяин Марии», там есть сюжет, когда Джек Обер приказывает каптенармусу выпороть матроса. И там неправильный перевод с английского на русский, он говорит там «Мистер Армс», да, там перевели, хотя правильно он зовет ему «Мастер at Arms», да, он говорит, «Эй, каптенармус, этого давайте выпорите». Так вот, использовали каптенармусы, использовали помощники боцманов, боцмана, использовали либо, ну, трости в основном офицеры использовали, либо использовали линьки, да, это вот веревка с концом, на конце вязали узел, который почему-то называли когда буду рассказывать про «Кятон Найн Тейл», про «Девятих восков», я вам расскажу про этот узел поподробнее. Так вот, они наказывали матросов, как говорится, для ускорения. Эти наказания в журналах, в трибуналах, в записях не учтены, то есть, это было достаточно с построением явления. На русском флоте использовали линьки и использовали кулак. У Станиковой очень хорошо про это написано, как, как говорится, били матросов. Теперь давайте про другие виды наказания я вам расскажу. Вот современная киноиндустрия нам показывает различные виды наказаний, которые вот возможные были на флоте, на британском, но они не имели такого широкого распространения. Начнем мы с ну вот лишения еды на воде и хлебе. Да, действительно такое наказание было, но учитывая то, что и питание моряков было не особенно таким, говорится, разнообразным, в принципе, они на воде и хлебе могли сидеть легко. Это уже, наверное, наказание, будем говорить так, 19-го, даже 20-го века, вот это наказание было. Чистка гальюна, так называемая Lord of the Heads, да, это вот хозяин толчка. Ну и сейчас распространенное наказание существует, да, когда отправляют матроса или солдата чистить толчок. В принципе, и на британском флоте тоже существовало. Арест содержания в трюме применялось как к матросам, так и к старшинам и офицерам. Только офицеров могли содержать в каюте, а матроса могли запирать в трюме или обычно запирали в ящики для канатов. В канатном ящике он был достаточно большой, но не просто там говорят, что это маленький ящик, это достаточно было большое помещение для хранения канатов. Обезноживание, по-моему, еще слово такое есть, writing, not writing, когда кляп в рот вставляли, но фактически не кляп, а либо железный, либо деревянный прут вставляли в рот и завязывали на, как сейчас вы на картинке видите, завязывали на затылке, очень неприятное наказание, но обычно так вот говорливых наказывали, да, и каких-нибудь дерзких, и к тому же их приковывали на день, на два, могли и на сутки приковать, достаточно такое распространенное наказание было, но его не указывали в нигде не в документах никто не хотел афишировать использование этого наказания, хотя оно существовало. Масс хейдинг, это вот так называемый the best time, когда Гордимарию отправляли на мачту, на топ-мачты, там, да, на Марсель, где он там мог торчать и действительно и час, и два, и мог и сутки проторчать в кинофильме про Баунти, там, по-моему, он сутки торчал, его несчастные мишины сняли с Крусиного, тоже такое было наказание распространено для мичманов, для гардемаринов. Ну, и также созерцание неба, похожее, Skylarking, это когда матроса привязывали к стенге. Ну, стенга это часть мачты, достаточно высоко, причем, смотрите, когда корабль, он в качку, он мог там качаться, причем достаточно сильно, испытывал, наверное, очень хорошие ощущения. вот, но обычно матросов привязывали в советское время, деды привязывали, могли привязывать салаг к пушке, сейчас на картинке видите картинку, советский флот уже, привязывали какого-нибудь дисциплинированного матроса к пушке, и он тоже мог там висеть. Применялись лишения, жалования, штрафы, ну, обычно для пяти офицеров, для офицеров, да, потому что у них все-таки жалование было достаточно высокое, и снижение жалования было очень, как говорится, существенным, потому что матрос, ну, что, он и так ничего не получает, а что-нибудь там срезать по матросу это никак не било, но зато матросам назначались лишения грога, и вот для матроса это было чувствительно, так, когда лишают грога, единственная радость жизни матроска, выпить, как говорится, смесь рома с водой, там, с лаймом, вот, могли решить, это было достаточно чувствительное наказание для матросов. Также применялись так называемое наказание даккин, это вот купание с реей, там, привязывали матроса к концу какому-нибудь, да, и вот с ног и реей его окунали в воду. Тоже такое наказание было, но не сказать, что оно было распространено. И теперь давайте поговорим про экзотические наказания, которые вот мы знаем из фильмов про пиратов, да, это вот «Хождение по доске», может быть, вы видели фильм «Пираты», ну, наверняка видели «Пираты Карибского моря», там вот по доске он выходит, но не знаю, какой смысл в этом наказании, да, выкинул его за борт и все. Это, наверное, вот воображение, наверное, киношников, скорее всего, я так полагаю. Самое такое популярное наказание, такое, знаете, как сказать, экзотическое, которое мы все знаем из пиратских фильмов, да, это вот оставление человека на необитаемом острове. Это действительно такое жестокое наказание, но оно присуще, наверное, вот XVI веку, XVII веку, началось оно, начались эти наказания, применялись они еще, когда первые португальцы, испанцы, они шли в море, по-моему, на борту Фернана Магеллана произошел мятеж, и Магеллан оставил там двоих, по-моему, или троих мятежников на необитаемом острове. Действительно, суровое наказание. Но в британском флоте таких практически случаев неизвестно. Может быть, какие-то есть уникальные, но, по крайней мере, я не нашел. Называется эта штука marooning, да, испанское слово simaron, desertir, ну, вот, такое вот наказание. Умерщение водой тоже наказание, фактически утопление, когда во время отлива человека привязывали какой-нибудь, там, не знаю, к столбу, и когда прилив возвращался, человек фактически тонул. Тоже такое экзотическое наказание, ну, наверное, в большей степени пиратское. В английском флоте я про них что-то вот не нашел информации. Еще было наказание погружения в море, да, моряка погружали, привязывали к бревну, один конец там утяжеляли ядрами, и его, короче, сбрасывали, он там как поплывок туда-сюда нырял. Тоже достаточно хлопотное наказание, это нужно время, да, этим заниматься, поэтому тоже думаю, что это наказание больше из 16-го, 17-го веков, больше опять же связанное с деятельностью пиратов, там как-то нужно было наказать жестоко, вот наказывали жестоко. И вот такое более простое наказание, да, наверное, это 19-й век присуще, да, когда холлень, так называемая, буксировка, когда провинившегося, вот обычно, вот на китобоях так это было поставлено, наказание, когда сажали матросов в шлюпку и особенно в такую погоду штормовую, он там в этой шлюпке ему давали там кружку или какую-нибудь бодейку, чтобы он воду вычерпывал, это очень, очень было, ну, ощущение не очень приятное, когда тебе там ветер, вода захлестывает и фактически, ну, практически шлюпка может утонуть, вот такое наказание тоже было. Но такие наказания, они были либо редкими, да, либо какие-нибудь, для извращенцев-капитанов, потому что это все требовало времени, это требовало подготовки и гораздо проще назначить корку, выпороть матроса или повесить. Вешали обычно по утрам, а пароли обычно в 12 часов на 8 склянок. Про склянки тоже у меня есть видео, можете вот по ссылочке в описании пройти, посмотреть про склянки. Там я рассказываю про расписание, когда пароли, когда там вешали, вот про это тоже есть. Какие были наказания для офицеров и адмиралов? Но, как я уже сказал, офицеров, высших капитанов и адмиралов их расстреливали. Их расстрельная команда, короче, либо на корабле, либо перед строем расстреливали. Но не часто, но правда бывали случаи расстрела капитана или адмирала. Распространено было увольнение слота, дисчардж, да, еще было увольнение слота с позором, да, дизонор был дисчардж, да, или, ну, если дисчардж визон, это значит увольнение с почестями. А вот дизонор, дисчардж, это вот уже с позором, это вот не очень хорошо. Но, не часто, но применялись такие наказания. Также были распространены денежные штрафы, потому что офицеры получали, в принципе, гораздо больше, чем матросы или старшины, адмиралы еще больше получали, и, соответственно, штрафы по ним могли бить достаточно сильно. Тоже не часто, но такие меры применялись. Ну и, допустим, капитан мог применять наказание к своим офицерам, да, вот там, отстоять несколько вахт, да, вот, офицер мог стоять вот очень хорошо, это в фильме Define, там показан командир, он заставил лейтенанта стоять вахты в парадной форме. Это вот один из видов наказания. Как я уже упомянул, гардемаринов наказывали тоже поркой, использовали ротанг-випс, так называемые ротанговые трости, но вот сейчас вы увидите на экране, как пороли сына капитана, там были разборки, очень интересный фильм, рекомендую посмотреть его, Damn the Defined, да, The Defined, вызывающий проклятие, он в американском прокате назывался, вот, пороли тростью или пороли розгами, там, не знаю, какими, березовыми, там, вымачивали их в уксусе или в соли для профилактики, но штаны могли снимать, могли не снимать, конечно, штаны снимали, это было очень больно, обычно, ну, выписывали 6-12 ударов, потому что это, все-таки это чувствительно, я вот пробовал на себе, как говорится, по ноге било, это очень чувствительно, также гардемаринов могли наказать, так сказать, Spread the Eagle, это вот, распинали фактически, да, вот, как сейчас вы видите на этом видео, опять же, из Хорнблауры, Митчмана, его как раз приговорили к этому Spreading the Eagle, он как орел, распластанный на вантах, там стоит, тоже не особо приятное наказание, и Massheading, сейчас вы видите на экране, вот, опять сынок капитана Дефайнта, его загнали наверх на мачту, он там сидел, ему дружбан притащил этих вот сухарек, причем он неправильно перевели, опять русский перевод, ну, ужасно, конечно, должны, конечно, люди переводить, которые знают морскую терминологию, перевели, я принес тебе печенек, печенек у них не было, они назывались шипбискетс, да, это фактически морские вот эти вот сухари, да, это сухари, вот, просто у людей возникает неправильная ссация у наших русских с сухарями, вот так выглядят сухари, это шипбискетс, я обещал, ну, сниму как-нибудь видео про кормежку моряков и как эти вот шипбискетс готовили, в чем отличались бискетс у моряков и у солдатов армейских, да, об этом видео будет.